Итак, дорогие друзья, вопрос-ответ. В студии у нас появился вопрос. Да, спрашивайте. Олег Михайлович, вот здесь во втором сете мы нажимаем на точки. У меня не сомнение, да. А, вот эти вот вокруг лопатки, да. В каком случае, как происходит нажатие, что один раз мы нажимаем, она тонизируется, а в другой раз она расслабляется? Ну, я вам скажу, вот я многих специалистов смотрел, там, в интернете-то полно разных, да, и даже именитые, они как бы вот не договаривают, что конкретно происходит, да, как вообще процесс идет. Но разбираясь, я осознал, что есть просто разные точки и разные методы воздействия на него, на них. То есть, получается, либо, ну, в общем, как понять, тонизируется или расслабляется, да. Для новичков вообще не важно, не заморачивайтесь. Она сама сработает так, как надо. То есть, организм сам подскажет, да. Тут ему надо расслабиться, тут ему тонизируется. А с этой стороны тонизируется, да. Но, если смотреть глубже, то точки они разные. Если мы прожимаем акупунктурные, там, биологические точки, да, биологически активные точки, то они влияют на наши, там, внутренние органы, активизируют их процесс в данный момент. Если мы прожимаем точки триггерные, то, соответственно, там за счет нажатия происходит сначала гипертонус, то есть, увеличивается, она сопротивляется. А из-за чего она триггерная точка изначально-то образовалась? Из-за того, что там уже было напряжение. То есть, там уже сгусто крови, там уже там сидела внутри какая-то пиявка такая, да. И мы ее вот прижали, еще больнее, поэтому вот становится больнее. Но, потом она расслабляется. Расслабляется за счет чего? В двух случаях. Первое, за счет того, что мы, вот, есть канал, да, ну, там, сосуд, мышцы, там, все что угодно, там, да. Это все равно волокон. Мы его передавили, и получается эффект шланга, да, эффект шланга. То есть, был поток отсюда шел, да, например, крови. Здесь был сгусток, мы его надавили. Он еще больше раздулся, да, набралась вот эта вот масса. Потом отпустили резко, и она, фу, продула как пробку. Снимает. И все, после этого расслабляется этот участок. Второй способ для точного расслабления. Он похож на релизинг, но это, в принципе, мы про точки говорим, да. Мы продавливаем точку спазмированную, да. И, ну, как правило, спазмированные триггерные точки, они находятся в конце мышц, которые заканчиваются сухожилием, и там крепятся. Давайте я покажу вот так вот, конец мышц. А, ну вот у нас есть демонстрационное оборудование, демонстрирующее мышцы. Почти все мышцы, ну, многие, вериционнообразные, да. И вот они заканчиваются сухожилием. То есть, человек, он, наверное, раз не знает, где болит. Дело в том, что здесь мышцы заканчиваются сухожилием и здесь. В мозг поступает сигнал отсюда и отсюда, и из середины. И сигнал этот, вот из трех точек, одинаковый. Мозг не разбирает, где конкретно болит. Вот. А мы, значит, эту точку прожимаем массажными движениями, да. Вот эти точки прожимаем, как я в первый раз сказал, да. И отпускаем эффект шланга. А вот эту точку, ну, где нащупали, там нащупали, да. Мы можем надавить на нее, либо методом релизинга. Это вот так растягиваем ее и держим. Долго держим, 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 держим. Она распрямляется, фасция растягивается, она потихонечку вытягивается. И бац. И вернулась назад. Вот так вот нагляднее будет метод релизинга. Растягиваем, растягиваем, бац. И вернулась назад уже расслабленная. Сбросит от себя напряжение. Ну, как мы, знаете, вот рукой там, о, что-то напряглось там, да. А, и все, и полегче сразу стало. Вот. Либо точечно, да. Мы на эту точку просто давим. Человек дышит. Подсказываем ему дыши спокойно. И надо, прям, очень больно бывает. Некоторым, прям, требуется нажать. Острием ногтя, вот так вот пожестче там вообще. Человек продышивает. Это место. Я ему подсказываю еще. Такая формула есть. Эзотерическая, как бы. Эзотерическая или божественная формула. Дыши, как будто. Представь, что ты дышишь через эту точку. Вдох, выдох, выдох делаешь. Там иной раз бывает достаточно 4 вдоха-выдоха и все. И он сразу говорит, да, да, отпустил. Вот потихонечку расслабляется. Если жестко, там, да, прям, тянет, то побольше, там, раз 10-20 дышим, да. Тогда я человеку подсказываю. Дышим, дышим спокойно, через живот. Представь, что эта боль, она у тебя есть, она с тобой, ты ее понимаешь. Она тебе зачем-то дана. Она тебе нужна, эта боль. Ты ей посылаешь любовь. Ты любишь эту боль. Ты любишь эту точку. Ты понимаешь, что она была, есть и ушла, и она потихонечку уходит. И она действительно с этим поговором, гипнотической, так скажем. Нет, ну, здесь чисто она, я думаю, может быть, как боль, как защитная реакция организма. Так она изначально была защитная, да. И так и относиться к ней, чтобы отношение менялось к боли. Да, вот эта фраза мы снимаем психологическое протест. Мы ей не сопротивляемся, мы ее любим, посылаем ее в любовь и отпускаем. Все, иди с миром. Больше она мне нужна. Вот, да, это психологически мы снимаем вот этот вот барьер. И действительно, у человека потом отпускаем, ему говорят, да все, уже расслабилась. Причем некоторые говорят, а мы это, ой, а ты сам там отпускаешь палец, ты ослабляешь. Я нет, я заснял на видео, но когда же понимаешь, там палец прям белый такой. Она говорит, вот, боль прошла, а я на видео снимаю, вот видишь, напряжение на палец не ушло. Я так же, да, с такой же силой. Боль уходит. И четвертые из точки, это мы еще не проходили. Как их назвать-то? Ну, они, короче, болевые точки, так я его назову, болевые. Они прям очень болючие. Вот, например, вот тут находится. Они расслабляют весь плечевой пояс. Есть на икре такие же точки, там, на бедре. В общем, вот, например, у меня у самого, кстати, подсказка для нас, для массажистов. Устало плечо, да, вот какое-то напряжение, прям чувствуем, что она тянется вот вверх, да. Прожимаем вот эту точку. На видео я не скажу, где она, она секретная. Приходите на тренинг, и там все поймете. Ну, вот она болевая, вот. Прямо, аж, ток идет в руку, вот до конца руки. Просто ощущения рассказывают. Десять секунд подержали, резко отпустили. И вот прям расслабилась вся лопатка, плечо, вот где-то вот отсюда прям. Все, вот эта зона прям расслабляется. Ну, вот эти точки, как раз мы будем проходить в наших тренингах у Олега Алафа Гудвина. Поэтому зря вы смотрите эти все видео. На все вопросы все равно в интернете ответы не найдете. А их вы сможете получить только тогда, когда отработаете это все на практике. Да, ставьте лайки нам. Приходите к нам, получайте эти знания прямо в ваши руки. Для использования в жизни. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о новых полезных видео. С вами был Олег Алафа Гудвин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok